Двенадцатый из средств достижения счастливой жизни — это уповать на Аллаха и полагаться только на Него. Когда сердце полагается и уповать на Аллаха, а не сдается во власть пустым опасениям и не овладевает им дурные воображения, когда оно хранит твердую убежденность в содействии Аллаха и страстно желает получить благодеяние и милости Аллаха, печаль и грусть исчезают. Таким образом, сердце становится сильней, оно получает неописуемую радость и довольство. И как же часто больницы переполняются теми, кто поддался мнимым угрозам и ложным переживаниям. И сколь множество сердец и сильных людей, не говоря уже о слабых, оказались под их влиянием. А скольких они привели к безумству и помутнению рассудка. Поистине, благополучен тот, кого Аллах избавил от всего дурного и вдохновил на борьбу со своей душой, дабы воспитал он в себе качества, которые укрепят его душу и отрезят беспокойство. Всевышний Аллах сказал «Умайя таваккаль аля Аллахи фахва хасбух» «Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно его». То есть он избавит такого человека от всего, что его заботит и беспокоит в религии и в мирской жизни. Уповающий на Аллаха силен духом, а посему пустые опасения и страхи, не имеет над ним влияния. Невзгоды и беды не выбивают его из колей. И он ведает, что это удел слабых духом. Такой человек знает, что Аллах обязался полной поддержкой тех, кто станет уповать на Него и избавит их от любой нужды и облегчит им духовные и мирские дела. Он верит в Его поддержку, доверяет Его обещанию и чувствует уверенность в Его исполнении. Благодаря упованию человек обретает уверенность, душевный покой и радость. Печаль и беспокойство погибает его, а страх заменяется чувством безопасности. Мы же просим Аллаха Всевышнего благополучия, а также одарить нас силой духа и укрепить наши сердца, наделить нас совершенным упованием, обладателем которого Аллах вручился помочь добиться успеха и защитить от неприятностей. Продолжение следует...